Команда лаборатории интеллектуальных робототехнических систем высшей школы ИТИС Казанского федерального университета выиграла международный грант совместно с известными лабораториями из Японии и Таиланда. Сумма гранта составила 12 миллионов рублей. Под руководством профессора Евгения Магида в течение трех лет будет реализовываться проект на тему информационной системы управления чрезвычайными ситуациями в зонах наводнений и оползней при помощи распределенной гетерогенной группы роботов. Проще говоря, роботы смогут помогать в поисково-спасательных операциях. Мы разрабатываем информационную систему для помощи поисково-спасательных операций, которая будет осуществляться с использованием роботехнических средств, в том числе наземные роботы, беспилотные катеры, беспилотные подводные аппараты, беспилотные летательные аппараты и так далее. Основной целью проекта является разработка и апробация прототипа информационной системы, которая сможет ликвидировать стихийные бедствия. Для поисково-спасательных операций важна именно гетерогенная группа роботов. Гетерогенные имеется в виду, что это совершенно различные роботы, как по своим характеристикам, так и по тому, где этот робот работает. Совместно, как группа, они должны уметь выполнять операции в воздухе, на воде, под водой, на земле, под землей и так далее. В таких поисково-спасательных операциях задействованы все типы роботов. Например, для проникновения в узкие пространства необходимо использовать роботов-змеи и насекомых. А вот крупные роботы нужны для того, чтобы разбирать большие развалины. По параметрам поисково-спасательных операций наш робот-сервосила-инженер является малоразмерным. То есть вот этот робот – это маленький размер. Наш робот удобен тем, что он может проникать в такие пространства, куда человек не может пролезть даже лежа. Управлять роботами можно при помощи телеоперации. То есть робота запускают в зону катастрофы, а оператор находится в безопасном месте и наблюдает за его движениями. Также имеется и автономное управление, когда робот сам выполняет необходимую работу, а затем его забирают с определенного места. Сегодня у нас автоматизирована функция возврата робота в случае потери связи с оператором-управляющим. Это очень важная функция для поисково-спасательных операций, потому что часто мы теряем связь с роботом и в таком случае просто происходит потеря дорогостоящего оборудования. Три страны, участвующие в выполнении проекта – Российская Федерация, Таиланд и Япония. Периодически они находятся в зоне риска наводнений и оползней, вызванных проливными дождями и быстрым таянием больших объемов снежного покрова. Разработка такой роботизированной информационной системы позволяет повысить эффективность и скорость устранения последствий стихийных бедствий. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.